Это хадис Асагль Абнусаада, который сказал посланник, саллаллаху алейху ассалям, «Аль-Аджалату мина шейтан». «Спешка от шейтана». Хадис, который привел термин, сказал, что он хороший. Этот хадис передан не только Асагль Абнусаада. Хадис с подобным смыслом передан и от других сподвижников. В частности, приводится хадис Атанаса, где сказано, «Аттанни мин Аллах», то есть степенность, размеренность, это от Аллаха. «Аль-Аджалату мина шейтан». «Атспешка» — это от шейтана. Хадис приводится в «Сахиха-таргиб». «Сахиха-таргиб». Так, спешка. Что такое спешка, аля-джаля? Спешка — это когда человек что-то говорит или что-то делает, предпринимает сразу какое-то действие и произносит какие-то слова без размышления, без обдумывания сначала. Это может быть спешка в убеждениях, то есть человек сразу берет в себе какое-то убеждение. Будь то религиозное убеждение или представление о ком-то. Спешить сразу составить себе представление о ком-то или о чем-то. Всё. Это спешка, это от шейтана. Или в словах. Он не думает, не размышляет, стоит сказать это слово сейчас или нет. И как его сказать. Это от шейтана. Или в действиях. Предпринимает какие-то действия необдуманно. Человек аджуль. Спешит. Вообще природа человека, что он спешит. Природа человека. Поэтому Аллах, субхану тааля, говорит, «Хули калинь саагна мин аджаля». Человек создан из спешки. То есть как человек создан из глины. Как человек создан из глины. Вот так же в природе его. Его природа это что? Глина. Он создан из глины. Из праха. Вот так же в природе человека что? Спешка. Кроме того, калинь саагна аджуля, сказано, человек он спешащий. То есть его еще и качество, что он спешащий. То есть он как бы создан, что создан из спешки в природе заложенной, качество его аджуль. Плюс еще от шейтана спешка. Шейтан его еще побуждает к этому. Посмотрите, три фактора. Конечно, человек поэтому он спешит. Зачастую спешит. И чтобы устоять против этого качества спешки, для этого человеку нужны силы, нужна выдержка, нужно усердие, нужно старание. Но вопрос, всегда ли спешка, она порицаема? Иногда спешка не бывает порицаема. Как провести разницу? Бывают такие вещи, которые совершенно ясны и понятны. Которые совершенно ясно, что это есть покорность Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Что Аллах так требует. Так требуется в шариате. В таком случае спешка, она будет что? Похвальной. Спешка будет похвальной. То есть спешить людям в совершении благого, в совершении того, что угодно Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Это, это есть благо. Это есть похвальное. Спешить к благому. Это не та спешка, которая является порицаемой. Это та спешка от шейтана. Этот хадис, он указывает нам, братья, на что? На то, что человек, он должен быть осмотрительным. Должен быть степенным. Должен быть здравомыслящим, разумным, рассудительным. Не спеши. Как много людей, которые спешат. Спешат в словах. Спешат в своих выводах. Спешат в своих действиях. Даже когда что-то рассказывают ему, он спешит. Ещё не успел человек докончить своё слово, он уже в ответ что-то говорит ему. Пресекает его и что-то ему говорит. Человек ещё не закончил свой ответ. Он уже, прервав его, что-то говорит. Это ошибка. Есть хадис о том, что один человек, саги муслима, один человек спросил его, по поводу утреннего намаза. Вернее, сунны утреннего намаза. Тех двух ракатов, которые делают суда фарда. Он спросил, как мне долго читать или читать кратко. То есть, недолгими делать эти ракаты. Иван Умар начал ему объяснять. Начал говорить, что про корисату сарам. Делал ночной намаз по двору раката. Потом, когда он это рассказал, человек перебил его. Я тебя не об этом спрашиваю, говорит Иван Умар. Что сказал Иван Умар? Иван Умар сказал ему. Инна каля дахмун. Инна каля бахмун. Ты бахмун. Дахм, то есть, ты такой большой, толстый. Что это означает? Это не значит, что все толстые, а не спешат. Нет. Имеется в виду, что зачастую люди, которые являются очень толстыми, они зачастую, так бывает. Не всегда, конечно, братья. Но так бывает, что бывает у них некая доля какой-то глупости. Хорошо. Или некая доля невоспитанности. Или мало у них благопристойности. Хорошо. Поэтому Иван Умар сказал, Ты такой большой, толстый. То есть, мало у тебя благопристойности. Ты перебил меня сейчас. Я тебе расскажу это. Я тебе сейчас и говорю об этом. То есть, мой рассказ, чтобы подвести тебя к этому и рассказать тебе, как делал это пророк Алей-Сарат Ассарам. То есть, я тебе и рассказываю все это для того, чтобы ответить потом тебе на твой вопрос. Многие люди спешат. Действительно спешат. Поэтому, как говорится в одной пословице, что в степенности, в размеренности, в рассудительности есть спасение, а в спешке есть гибель. В спешке есть гибель. Или есть сожаление. И так же говорят, приводят людям иногда, чтобы они понимали, что такое спешка. Когда что-то говоришь ему, что-то объясняешь, он не терпится ему прервать. Говорят такому человеку, а сколько ты находился в чреве матери? Ну, как правило, 9 месяцев. То есть, ты 9 месяцев уже смог потерпеть. Хорошо, не спешил же ты. Потерпел 9 месяцев. Потерпи 5 минут, чтобы я тебе объяснил, чтобы ты выслушал меня, и потом уже сделал какие-то выводы. Этот хадис побуждает нас вот к этому замечательному качеству «Аль-Ана», «Аль-Ана», которым побудил пророк, алей-салату ассалам, в хадисе. «Аль-Ана», то есть, степенность, отсутствие человека в спешке. Но, как мы сказали, братья, очень важно помнить, что есть некоторые вещи, где спешка, она что является уместной. Более того, побуждает к этому Аллах, субханава-та-Аля, «Васарию ля магвератимираббикум». «Ва дженнатин ардуха самоват вольк». «Спешите к прощению от вашего Господа, и краю, ширина которого небеса и земля». Нужно спешить к этому. Покорности Аллах, субханава-та-Аля, к его прощению. И говорит Аллах, субханава-та-Аля, чтобы он сделал нас обладателем благих качеств и уберёг нас от вот этих вот скверных качеств. Субханава, субханава,